Прямое кредитование от инвестора к заемщику является самым быстро растущим сегментом финансового рынка, а банковский кризис многих стран подтолкнул эту отрасль к невероятному росту. В некоторых странах ежегодный прирост этого рынка составляет более 200% в год. По данным многих аналитиков, инвестирование в этот сегмент является наиболее прибыльным и безопасным видом вложения собственных средств. На рынке появляется все больше платформ, которые предоставляют такие услуги. Одной из них является популярная инвестиционная платформа Кэшбери. Это интернет-платформа, где люди зарабатывают, выдавая займы. Чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать тариф и создать инвестицию. Далее система автоматически распределит ее на выдачу займов таким образом, что выдаст не более 5% от суммы вашей инвестиции на один займ, и вы становитесь владельцем инвестиционного портфеля со множеством займов. Заемщик возвращает деньги удобными способами, а доход пропорционально распределяется между инвесторами, вошедшими в займ. На платформе Кэшбери есть возможность инвестирования в такие сегменты, как микрозаймы частным лицам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также финансирование под залог имущества. Доходность составляет от 132 до 400% годовых в зависимости от выбранного тарифного плана. Вы сами определяете желаемую доходность, срок и сумму инвестирования. Наша команда – это профессионалы с многолетним опытом работы в сфере финансов. Мы умеем работать и любим наш труд. Наша миссия – сделать так, чтобы как можно больше людей зарабатывало с нами, чтобы инвестиции стали для всех, а не только для избранных. Мы верим, что только вместе можно добиться всего, о чем мечтаешь. Кэшбери. С нами просто и прибыльно. Гигантский супермаркет. Вот что такое наша цивилизация. Даже случайно зашедший в магазин человек не выйдет на улицу без покупки. Нас побуждают тратить и тратить, причем деньги, которые мы одалживаем у банков и кредитных компаний. Почему жизнь часто становится нам не по карману? Как мы обрастаем долгами и кто заинтересован в этом? Социологи предупреждают. В 21 веке люди работают не для того, чтобы просто обеспечивать свои первостепенные потребности, а для того, чтобы была возможность больше тратить. В том, что все хотят повышать свой уровень жизни, разумеется, нет ничего плохого. Вот только большинство из нас ради этого влезают в долги и становятся рабами своих желаний. Займ, процент по кредиту, залог. Люди на всех континентах знают, что это такое. Так же, как и просрочка, невозврат, опись имущества и банкротство. И тем не менее, мы продолжаем накапливать долги, стремясь к хорошей жизни. Кто виноват в том, что все больше людей сегодня живут непосредством? Все пострадавшие, которых я встречаю на своем пути, это далеко не маргиналы, это не наркоманы, не алкоголики, не пьяницы. Зачем Америка раздувает ипотечный пузырь? И не все, ну, есть такое слово, крышуется, да, вот, но оно отражает суть явления, крышуется кланом Робшиндов. На какие жертвы идут люди ради вожделенной покупки? Человек просто зомбируется. Что такое кредит? Кабала или благо? Возьми сейчас, сделай свою жизнь лучше, отдашь потом. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Редактор субтитров А.Семкин В Подмосковье судебные приставы пришли выселять многодетную мать с четырьмя детьми. Она не смогла расплатиться с долгами по кредиту, и теперь ее лишают единственного жилья. Вот женщина показывает договор займа. Сумма в нем относительно невысокая. Но как могло случиться, что обычный потребительский кредит привел к потере квартиры? Действительно, идти мне некуда с четырьмя детьми. Я просто должна буду сейчас вывести двухкомнатную квартиру, поставить около подъезда. Среди общественных активистов, вставших стеной на пути приставов, актер театра и кино Сергей Фролов. Сам он не брал никаких займов. Но однажды в двери своей квартиры, которая досталась ему по наследству от мамы, обнаружил записку, в которой говорилось. Эта жилплощадь теперь принадлежит не ему. Оказывается, несколько лет назад пожилая мать актера стала должником кредитной конторы. После смерти мамы я, разбирая ее вещи, обнаружил огромное количество кредитных договоров на всякие плазмы, на айфоны, на бытовую технику. И вот впоследствии мною был обнаружен договор ипотеки и договор займа в микрофинансовой организации, которая называется Международное кредитное бюро. Почему его мать набрала столько кредитов? И зачем, имея собственную квартиру, она взяла ипотечный займ в той же организации, в которой уже имела множество долгов и просрочек по кредитным договорам? Сергей решил выяснить все обстоятельства дела и бороться за свои квадратные метры с помощью юристов. Лена, здрасте. Здрасте. Ну, вот у меня вот такой вопрос. Вот это вот, что значит 1 миллион 212 тысяч 412 рублей на 36 месяцев и в процентах 24 процента годовых? Это что это? Сергей, это то, что лишит вас права собственности на квартиру собственную. Многие специалисты сходятся во мнении, что сегодня почти невозможно жить по средствам. Поэтому мы все берем займы. Кредиты есть не только у людей и организаций. Целые государства живут в долг. Это касается почти всех развитых экономик, в первую очередь США. Парадоксально, но самая богатая страна мира не гнушается брать в долг. Причем даже у своих геополитических противников. Союзные штаты Америки должны более 60 странам. Значит, 1 четвертая, то долг они должны Китаю. Сама по себе, конечно, эта сумма огромная и вызывает удивление у нормальных людей, как можно быть столько таким большим должником. И в то же время многие считают, что Америка живет припеваючи. Эксперты ежегодно подсчитывают, сколько и кому задолжали Соединенные Штаты. Их интерес вполне объясним. Ведь от благополучия Америки, стабильности ее финансовой системы и доллара, как основной мировой валюты, зависит благополучие буквально всей мировой экономики. Главный мировой должник – Соединенные Штаты Америки. В начале 2018 года общий государственный долг США составлял, только вдумайтесь в эту цифру, более 20,5 триллионов долларов. Это примерно 63 тысячи долларов на каждого американца. Примечательно, что рассчитываться со своими долгами США не особо спешат, а наоборот, лишь увеличивают их. Каждый год растут затраты на оборону страны. И, как ни странно, Соединенным Штатам по-прежнему многие богатые страны охотно одалживают средства. И это понятно. Чем богаче государство, тем легче ему дают в долг. Его благосостояние и есть показатель платежеспособности. Однако, если кредит просит небогатое государство, оно попадает в зависимость. Обычно именно долги делают правительства разных стран марионетками в политических играх более сильных и богатых государствах. Если взять пример братской Украины, то, что произошло, каким образом образовалась закредитованность этого государства, то понятно, что это делалось сознательно, делалось с целью получения таких механизмов влияния, внешнего управления. И сейчас ситуация складывается таким образом, что тот, кто дает кредиты, тот, фактически, кто платит, тот и заказывает музыку. Сегодня, помимо Украины, большие кредитные обязательства перед западными партнерами имеют все бывшие советские республики. Огромный государственный долг на фоне нестабильной экономической ситуации приводит к социальному напряжению и недовольству граждан. Это только на руку западным кредиторам. Ведь в такой ситуации очень легко организовать государственный переворот по сценарию цветной революции и привести к власти нужных людей. Древний Вавилон. Вот родина кредитов. Еще три тысячи лет назад люди начали брать деньги взаймы. Причем по тогдашним законам человек, не сумевший вовремя погасить свою задолженность, становился рабом кредитора. Первые займы выдавались и брались прежде всего на личные потребительские нужды. Например, бедный крестьянин мог одолжить зерно у соседа. За невозврат кредита грозило серьезное наказание. Например, законы Древнего Рима вводили такое понятие, как долговая яма, куда заемщика помещали за невыплаченный кредит, до полной оплаты или, опять же, до полного перехода в рабство. Еще в древолюционной России была такая практика, и она была даже во многих странах до середины 20 века. Сейчас осталось только в некоторых странах Африки. Нечто подобное встречается и сегодня. Причем в довольно развитых странах. Только ямы теперь заменили тюрьмами. Попасть в тюремную камеру за неуплату кредита можно не только в африканских, азиатских или ближневосточных странах, но даже в цивилизованной Европе. Зато уже нигде должника его семью не забирают в рабство. Во всяком случае, международное право это запрещает. Прогресс в экономике наступил тогда, когда человечество придумало, что ответственность за кредит должна быть ограниченная. То есть если человек задолжал для того, чтобы там какое-то производство развить, фабрику, например, построить, и не может вернуть кредит, то жену и детей у него отбирать и продавать в рабство нельзя. Он должен нести ответственность только в пределах своего дела, своего бизнеса. С древних времен деньги одалживали под залог дома или земли. То есть человек уже рисковал лишиться собственного имущества, если не вернет кредит. Первая ипотека была выдана еще в VI веке до н.э. в Древней Греции. На участке заемщика кредитор устанавливал столб, на котором было написано, что эта земля обеспечивает долг. Этот столб и назывался ипотека. В переводе с греческого – основание или залог. То есть вернул долг – земля остается у тебя. Не вернул – прощайся с имуществом. В наше время ипотекой называется приобретение жилья в кредит. При этом, если вы добросовестно выплачиваете долг, то жилье становится вашим. А если нет, его забирает банк, который и выдал кредит. Так делают во всем мире. Ведь накопить на квартиру или купить ее, не влезая в долги, сейчас практически нереально. Но так ли хороша доступна ипотека? И может ли она убить финансовую систему государства? Смотрите далее. Ипотека для всех. Как она спровоцировала мировой финансовый кризис? И кто за этим стоит? Оказались деньги выплаченные, выданные в качестве кредита тем, кто заведомо их не мог вернуть. Меньше всех у японцев. Какими могут быть минимальные ставки по кредитам? Готовы сами платить, чтобы только люди кредиты брали. Вкус денег. Почему мы так легко берем в долг под проценты? Хочется жить здесь, сейчас и хорошо. А для этого нужны деньги. США в начале 21 века наблюдался буквально бум ипотечного кредитования. Займы выдавались без всяких проблем практически всем жителям страны, даже не работающим. Благо, спрос на ипотеку в Америке существовал всегда. Народ США давно привык жить в кредит. Американцы склонны купить сегодня, то есть купить время, вместо того, чтобы накопить, купить завтра. И когда речь идет о квартире, то это очень легко оправдать. Разумеется, нет смысла ждать с покупкой квартиры, если человек женится сегодня. Ему сегодня уже нужно где-то своих детей, которые вот-вот народятся, разместить. Есть мнение, что всеобщая доступность жилищных кредитов в Соединенных Штатах Америки связана напрямую с событиями 11 сентября 2001 года. Чтобы скорее забыть о кровавом теракте, побороть чувство страха и незащищенности у своих граждан, правительство США просто решило подсластить им жизнь, начав буквально раздавать деньги. Афера века. Так назвали обвал на рынке недвижимости США, видны экономисты. В 2008 году доступные ипотечные кредиты, которые в Америке раздавали абсолютно всем, спровоцировали массовые невозвраты займов банкам и, как следствие, крупнейший кризис мировой экономики. Главной причиной кризиса всей системы стали займы без активов и доходов. Ипотечный кредит мог получить кто угодно. Многодетная мать-одиночка, бомж из Аризоны, даже эмигрант без средств. Такие кредиты называли мусорными. Сами банки понимали, что их никто никогда не вернет. Но за каждый выданный кредит на бирже продавалась долговая бумага. Банки, выдававшие кредит, имели прибыль именно с таких бумаг, а вовсе не с возврата ипотек. В результате грянул кризис, который экономисты сравнивали с Великой депрессией 30-х годов прошлого века. Банки получили очень дешевые кредиты, и полученные деньги надо было как-то размещать. И проще всего их разместить в ипотеку. Сразу много денег выдается одному человеку. Это с точки зрения трудозатрат, это самый выгодный кредит, когда сразу много денег выдается. Но выданы были кредиты тем, кто способен их вернуть. Банки забирали у людей жилье, купленное в кредит и заложенное у них же. Сотни тысяч домов и квартир стояли пустыми. Продавать их было некому. Крупные американские корпорации несли неслыханные убытки. Чтобы спасти финансовую систему, Америка просто включила печатный станок. Это отразилось на всей мировой экономике, которая, как известно, во многом зависит от финансовых гигантов США. Для мирового финансового кризиса стало спусковым крючком как раз то обстоятельство, что вот этот мыльный пузырь, вот эта доллара-пирамида, которая фактически Соединенные Штаты и ФРС, Федеральная резервная система США, продолжает печатать в огромных количествах ничем не обеспеченные доллары. Вот эта доллара-пирамида является причиной главного финанса. Так может, все, что произошло в 2008 году и продолжается поныне, просто выгодно крупнейшим финансовым корпорациям США? Они, конечно, понесли убытки. Но ведь еще больше пострадала экономика других стран, потенциальных геополитических противников Америки. И теперь финансовые воротилы Запада стараются намеренно дестабилизировать экономические системы своих конкурентов на мировой арене. Я вам скажу, что сейчас у нас в мире сложилась такая система, в которую входит 193 центральных банка различных стран. И не все, есть такое слово, крышуются, но оно отражает суть явления, крышуются кланом Робшиддом. Ну, непонятно, кто еще за ними стоит, но уже рождается понимание этих всех процессов в недрах и нашего общества, и других стран. Частью стратегии по обогащению западных кланов сегодня является и доступность кредита абсолютно на все. От джинсов до автомобиля. Потребительские быстрые займы сегодня очень популярны не только в Америке и Европе. Их дают абсолютно в любой стране. С точки зрения психологии, скорее всего, срабатывает механизм, который говорит, что вот, как у ребенка, хочу сейчас. А что будет потом, неважно. Возьми сейчас, сделай свою жизнь лучше, отдашь потом. Мы так устроены, что мы ищем самые простые пути. А банкам и кредитным организациям остается лишь вовремя предложить свои услуги, и заветная вещь почти уже ваша. На этом построена вся система потребительских кредитов в мире. Сегодня во всех развитых странах принято считать, покупать в кредит – это не просто нормально, это здорово, это удобно. Однако в некоторых странах менталитет людей традиционно таков, что любые долги воспринимаются как зло. Японцы очень боялись брать займы в банках, ведь для этого нужно было привлечение гаранта. А как только жители страны восходящего солнца слышали слово «гарант», то разбегались кто куда, потому что знали, за банковскими структурами стоит якудза – японская мафия, со всеми вытекающими последствиями. Японцы не любят брать кредиты, и это при условии, что в стране действует отрицательная процентная ставка – минус 0,1% годовых. Получается, что у некоторых японских банков теперь отрицательная доходность. Неужели банкирам настолько нужно всучить свои деньги, что они готовы доплачивать своим заемщикам? Так японское правительство надеется поднять кредитную культуру своих граждан до общемирового уровня. Разумеется, отрицательная ставка – явление временное. Это некий трюк, который призван приучить осторожных японцев доверять банкам и брать у них в долг. Потому что хочется жить здесь, сейчас и хорошо. А для этого нужны деньги. И такая возможность есть. Отдавать нужно будет потом, а может быть и нет, а может быть как-нибудь. Американец Джей Клоус – гражданин мира. Он жил и работал в 30 странах. Сейчас у него собственная ферма в России. Он точно знает цену кредитам там и здесь. Но прожить абсолютно без займов и долгов не получится нигде, считает предприниматель. Особенно если ты хочешь развивать собственный бизнес. Или просто приобрести то, на что сложно накопить. Если у вас нет имущества, очень трудно получить заем на бизнес. Да, русские больше боятся брать кредит. Может, работа не настолько стабильна. Американцы хватаются за возможность брать кредиты. Но русские более традиционны и считается, что лучше не зависеть от других людей, быть самодостаточным и самостоятельным. Потому что, в конце концов, кредит – это несправедливый бизнес, который делает много денег. Нужно использовать его с умом. Фермер удивляется тому, как люди, зачастую имея небольшой или нестабильный заработок, берут кредиты и при этом, кажется, совсем не волнуются. Это странно для меня. Люди по-прежнему улыбаются и живут. Можно сказать, продолжают обычную жизнь. Джей живет в России вот уже 25 лет. Он изучил здешние правила и законы ведения бизнеса. Сейчас Джей – владелец фермы и собственной сыроварни. Ему пришлось стать мастером на все руки, чтобы выживать в условиях российской деревни. У него нет штата наемных сотрудников, но ведение даже небольшого бизнеса требует серьезных затрат. Разумеется, Джей пользовался кредитами, живя в Америке. А потом и в России, когда занялся предпринимательской деятельностью. В Америке я брал кредит на машины. Покупал машины в кредит, две машины. То же самое и здесь. Никакой разницы. Вы говорили, жизнь там легче. Она не легче нигде. Я жил в 30 странах и работал в 15 из них. Жить там не легче. Трудно везде. В банке ты можешь получить кредит на обучение, чтобы поехать в университет. Но там тоже нужно возвращать этот кредит. Психологи уверяют, в большинстве случаев решение взять небольшой кредит на покупку чего-либо приходит довольно спонтанно. Человек просто поддается эмоциональному порыву, увидев заманчивую перспективу, как ему кажется, легкого способа обзавестись вещью, которая понравилась. Это некий приоритет чувств, наверное, над рассудком. И в том числе, ну, вот есть такое довольно грубое, но точное слово в русском языке называется халява. Подсознательно в этот момент человек просто старается отгородиться от мысли, что, возможно, за эту покупку придется заплатить двойную цену. Но ведь это будет не сейчас, а когда-то потом. Смотрите далее. Попасть в кабалу за пять минут. Чем опасны быстрые деньги? Люди даже качают жизнь самоубийством. Магия против кредиторов. Почему люди обращаются за помощью к потусторонним силам? Живет вот эта детская надежда на то, что кто-то решит мои проблемы быстро, сразу, ну и недорого. Покупать чаще, тратить больше, а думать меньше. Кто и как подсадил человечество на наркотик потребительства? Организация была профинансирована латвийским Риетуму банком, создана бизнесменами из Латвии. Пенсионерка Наталья Ивановна пришла в микрофинансовую организацию для того, чтобы взять в долг пять тысяч рублей. В банке такую сумму не предоставляют, слишком маленькая. Поэтому женщина зашла в кредитную контору, где предлагают деньги наличными буквально за пять минут. Правда, о прочих условиях менеджер сообщает расплывчато. Говорит лишь, что займ под два процента. Микрофинансовая организация, когда рассказывает о том, что они дают займ по два процента, умалчивает за какой период. Хотя это является существенным условием, потому что займ может даваться за два процента в год, два процента в месяц, два процента в день. А прописка имеет значение? Нет. Женщине достаточно быстро одобряют кредит на нужную сумму, чему дама очень рада. При этом она даже не читает кредитный договор, ведь сумма займа пустяковая. Вы знаете, я очки забыла. Ну, я думаю, что ничего такого вы мне здесь смертельного не напишите. Чего пять тысяч всего? Все эти заманчивые предложения, они несут в себе такую тайную угрозу, когда человек попадает в зависимость. Пенсионерка уверена, займ она вернет быстро, и проценты по нему за это время набегут небольшие. На самом деле, за каждый день пользования кредитом она заплатит два процента от суммы. А это значит, что всего через 10 дней ей придется отдать уже не пять, а шесть тысяч рублей. А если будет хоть один день просрочки, то этот процент вырастет с двух до тридцати шести с половиной в день. Но, похоже, возможность быстрых денег напрочь отбивает желание знакомиться хотя бы беглым взглядом с договором. Женщина просто верит менеджеру на слово. На самом договоре, который заключается данная микрофинансовая организация, должно быть прописано прям открыто сумма займа, сумма процентов и окончательная сумма, которая подлежит возврату. Сюда же через несколько минут заходит и молодой человек. Он студент, нигде не работает. Парень без лишних вопросов подписывает все бумаги, которые дает ему менеджер, не особо интересуясь их содержанием. Пожалуйста, распишитесь вот тут и вот тут. Соответственно, здесь банковские реквизиты, вы можете в любое время прийти и оплатить. Десять минут и желаемые 10 тысяч рублей в кармане. Вот только возвращать придется намного больше, чем взял. Но об этом, похоже, молодой человек не задумывается. В таких организациях все сделано для того, чтобы клиент меньше думал, а быстрее принимал решения в пользу кредитора. В процессе привлечения клиентов часто используются некие невербальные технологии, такие как НЛП, маркетологические, так, например, красивые девушки, молодые люди, одетые с иголочки, предлагают вам быстрые и легкие деньги, и не объясняя, в общем-то, последствий невозврата таких кредитов. То есть человек просто зомбируется. Желающих взять кредит не останавливает ни отсутствие стабильного дохода, ни порой кабальные условия займа с астрономически высоким процентом, который может доходить до нескольких сотен в год. В России действительно ставки зашкаливают. Я сейчас не знаю точную максимальную ставку, она ограничена социальным банком. Она находится на уровне, она считается каждый раз, высчитывается, где-то на уровне около 700% находится годовых. Казалось бы, при таких процентных ставках микрофинансовые организации должны грести деньги лопатой и жить по-королевски. Но это не совсем так. Они, хоть и выдают кредиты под 300 или даже 700% годовых, сегодня далеко не процветают. Ведь большинство их заемщиков попросту не отдают займы. Именно этим и продиктованы баснословные проценты по кредитам. Раньше была такая статистика. На каждого добросовестного заемщика находился один недобросовестный. То есть один отдавал, второй не отдавал. И фактически добросовестный заемщик погашал убытки за того, который не отдавал кредит, займ не отдавал. Сейчас ситуация поменялась. На одного добросовестного заемщика приходится двое недобросовестных заемщиков. Сегодня не только конторы микрозаймов, но и крупные банки тоже подвержены риском невозвратов. В редких случаях кредитные организации и банки могут исписать долги заемщику. Но это скорее исключение из правил. Хотя должна быть процедура, регулярная процедура прощения долгов. Номинально она существует. В рамках закона, который в просторечии называется «Закон о банкротстве физических лиц». На самом деле он называется по-другому, но это неважно. Содержательно действительно есть закон, который должен был бы обеспечить банкротство физическому лицу. На самом деле практика банкротства физического лица в нашей стране развита слабо. Попав в трудную ситуацию, многие заемщики попросту пытаются скрыться. Зачастую это вынуждает мера, ведь обычные люди не очень грамотны в этих вопросах. И вместо того, чтобы отстаивать свои права в суде, предпочитают убегать от проблем. Но есть и такие, кто наоборот, что называется, кидают банк. Вот те, которые знают финансовые инструменты, которые знают, что у большинства наших банков, у них нет некоторых документов, которые хранятся в центре банки под залогом, они смело вступают в финансовые тяжбы и потом выигрывают эти процессы. Бывает и такое, когда сознательно идут, ну, это авантюристы с таким большим финансовым опытом. Действительно, некоторые из таких микрофинансовых организаций несут большие убытки и вынуждены со временем сворачивать свой бизнес. Однако добросовестному заемщику от этого не легче. Он продолжает по мере сил платить сотни процентов годовых за пользование кредитом. И даже если контора быстрого займа закрылась, это не означает полную свободу от долговых обязательств. Ведь пакет кредитов эта организация может запросто перепродать другим конторам или банкам. Все, в свою очередь, обратятся к специалистам по выбиванию долгов коллекторам. Сейчас коллекторы не имеют права звонить должнику больше, чем один раз в день. Или он не может отправлять конкретное количество СМС. Сейчас, по-моему, в месяц не более 16 СМС с напоминанием о том, что есть задолженность. Ну и, кроме того, сейчас дали возможность самому должнику отказаться вообще, в принципе, общаться с коллектором. И он может общаться только через своего представителя. Как получается, что люди попадают в кредитную кабалу, и в итоге многие лишаются даже собственной жилплощади? Актер Сергей Фролов уверен, его покойная мать стала жертвой мошенников, которые работали именно под вывеской кредитной организации. Пока Сергей и его адвокат собирают всю информацию не только по этому случаю, но и по аналогичным ситуациям, в которых фигурирует это самое международное кредитное бюро. Как оказалось, подобных прецедентов в Москве довольно много. Я готов это все выплатить, но по адекватным нормальным ценам, они по таким мошенническим схемам, как они обманули сотни, да даже тысячи граждан. Адвокат Фролова объясняет, кредиторы заведомо давали займы людям с нестабильным финансовым положением, которые были не в состоянии выплачивать гигантский процент. Затем при помощи сложной многоступенчатой схемы, задолженность со всеми штрафами за просрочки доводили до огромной суммы. И тогда клиента буквально вынуждали перекредитоваться в той же организации, чтобы вернуть раздувшийся долг. На деле это означало взять новый кредит на погашение прежнего, но уже под залог недвижимости. В итоге визит судебных приставов и выселение из квартиры. И что примечательно, все это проворачивало на территории России иностранная организация. Организация была профинансирована Латвийским Риетуму банком, создана бизнесменами из Латвии. И таких европейских компаний сегодня в нашей стране работает очень много. Нетрудно догадаться, куда в конечном счете утекают кровные рубли наших сограждан. Таким образом, видимо, западные развитые страны прививают нам собственную культуру кредитования, а на самом же деле просто обирают россиян. Армия тех, кто погряз в долгах и микрозаймах, постоянно увеличивается. Имеют действующие кредиты приблизительно 45 миллионов граждан. Из них 8 миллионов не платят 3 месяца или дольше. По классификации Центрального банка, с которой я согласен, если человек не платит 3 месяца или больше, он несостоятельный должник. Он уже, скорее всего, за речащим исключением, он, скорее всего, не восстановит свою платежеспособность. Снижать ставки по кредитам сегодня банкам и микрофинансовым организациям невыгодно. Зачем, если спрос все равно растет? Поэтому они продолжают агрессивную рекламную политику, постоянно убеждая нас в том, что кредит – это просто и выгодно. Предложения взять кредит буквально сыплются на нас отовсюду. В каждом крупном магазине, по сути, сидит кредитный специалист, готовый сразу же заполнить заявку и сразу же выдать деньги. Ну а те, кто не справляются с кредитными обязательствами, даже обращаются к магическим силам, которые, как многие думают, должны помочь решить их проблемы. Экстрасенсы и колдуны в перечень своих услуг теперь включают и избавление от долгов собственными нетрадиционными методами. Ольга пришла к магу со своей бедой. У нее нет возможности выплачивать кабальный кредит. Она надеется, что чародей за вполне умеренную плату поможет ей. Сейчас как раз-таки полночь, убывающая луна, и самое время, чтобы избавить вас от долгов, вам станет легче, и ваши кредиторы просто перестанут за вами бегать. Ольга принесла не только договор займа, но и свою сберкнижку. Маг предлагает женщине положить мелочь в чашу людских слез и долгов. У меня есть чаша, чаша людских слез, людских долгов. Пусть она примет, и это те самые люди, которые уже освободились от своих долгов. Пусть эта чаша примет и ваши долги. Вам не нужно будет никому ничего платить. После нехитрых манипуляций маг просто сжигает договор и сберкнижку Ольги и смывает пепел в унитаз. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь именно безысходность толкает людей на подобные методы. Для кого-то магические силы – последняя надежда избавиться от кредитов. Вместо того, чтобы подумать о том, как договориться с банком, как вернуть долг, где взять деньги, на какую работу устроиться, даже огромный комплекс задач, которые нужно решать, и там же и работать нужно, и что-то делать. У нас есть все равно внутреннее какое-то вот это желание детское, чтобы наши проблемы решил кто-то. Пусть даже за деньги, пусть даже сейчас, и может быть не стопроцентно достоянно. Зная различные нюансы человеческой психологии, хитроумные маркетологи буквально заставляют нас влезать в долги ради новых покупок. Не зря современное общество давно называют обществом потребления. Корни его формирования уходят в США начала 20 века, когда эта страна, не испытавшая на себе разрушительных ужасов Первой мировой войны, стала производить все больше товаров для своих граждан. Все от хлеба до автомобилей стало очень доступным. Это закончилось кризисом перепроизводства и Великой депрессией. Тот кризис, который был создан искусственно, он привел затем, после этого кризиса, к определенному росту. И вот этот рост, он позволил сформировать вот эту культуру потребления, когда люди начинают безудержно гоняться все больше и больше, покупать все больше и больше. После Второй мировой войны процесс создания материальных благ был перезапущен вновь. Виной тому холодная война и конкуренция с СССР. Западные корпорации и власть не могли допустить, чтобы население увидело преимущество социалистического строя. Ведь в капитализме богатеет не все государство, а только элита. Наша цель – общество всеобщего благоденствия. Так утверждают американские политики. Но что скрывается за такой заманчивой вывеской? На самом деле, это общественный строй, при котором правящая элита может больше продавать и получать сверхприбыль. А так называемый средний класс больше покупают, обогащая верхушку. Правящая элита решила дать своим гражданам иллюзию богатства и доступности материальных благ. А фактически создало идеологию постоянного потребления. В середине 20 века западные маркетологи, опираясь на эту политику, разработали стратегию так называемой постоянной неудовлетворенности потребителя. Возникла идея заставить людей покупать больше, поскольку переизбыток товара народного потребления, он всегда существует и всегда он огромен. И таким образом была задействована и государственная машина, и машина, не будем скрывать, пропагандистская. С помощью маркетинговых уловок и рекламы в СМИ обществу внушалась идея постоянного обновления. Если у тебя не новая модель авто, или ты одет не по моде, значит ты лузер. Смотрите далее. После гарантии выбросить. Намеренное устаревание. Как производители товаров наживаются на нас? Сейчас нет той надежности, которая была 10-15 лет назад. Сами подписались, сами и попались. Как кредитные мошенники сажают нас на крючок, с которого не соскочи. А такие организации, они у нас как раковая опухоль, расползаются просто. Это Москва, Московская область, они уже и по России расползаются. Весь мир банк, вся жизнь оплата долгов. К чему придет закредитованное общество потребителей? Человечество идет, загоняет себя само к краю пропасти таким образом. В середине прошлого века ведущие промышленники Америки поняли. Можно искусственно создавать неудовлетворенность и потребность людей в новых благах и оправдывать производство огромного количества товаров, намеренно снижая их качество. Или, например, сокращая срок их службы. Потребитель будет просто вынужден покупать чаще, каждый раз обогащая производителя. Место действия – Швейцария, Женева. Время – Рождество 1924 года. Под завесой секретности создан первый всемирный картель, цель которого – установить контроль над производством электроламп. Предприниматели договорились выпускать лампы, которые будут работать не более тысячи часов. Тех, кто нарушал соглашение и делал долговечную продукцию, жестко штрафовали. Это был первый в новейшей истории сговор производителей. Его примеру вскоре последовали и другие компании. Эта стратегия работает и сегодня. Многие, особенно технически сложные товары, стали настолько ненадежными, что мы вынуждены приобретать их все чаще. Так, в 2017 году много шума наделала история со смартфонами известной марки, в которых под видом обновления программного обеспечения запускались функции, по сути, замедляющие скорость работы устройства. Производители же ответили, что смартфоны якобы просто отработали свой положенный срок. Многие обладатели таких гаджетов были вынуждены купить новые. Сегодня стратегия намеренного устаревания и постоянной неудовлетворенности работает и без всякого сговора. Это называется просто конкуренцией, главным козырем в которой стало частное обновление ассортимента. Были старые японские телевизоры, которые до сих пор еще работают, что у них запас прочно был колоссальный. А сейчас и Япония пошла по этому пути, и большинство стран Запада, и Россия тоже вступила на этот путь. Нередко от автовладельцев со стажем можно услышать, что сейчас таких надежных и крепких машин, как раньше, уже не делают. Так ли это на самом деле? Вот смотрите, у нас, например, в этой машине стоит совершенно прекрасный простой и старый мотор 1.6, но в этот же автомобиль может ставиться совершенно другой агрегат, с которым автомобиль этот едет гораздо приятнее. Сюда может ставиться 1.4, 125 лошадиных сил. По отдаче, по динамике, та машина с мотором 1.4 будет гораздо приятнее. Но по надежности тот агрегат, можно сказать, что он одноразовый. Сегодня срок нормальной эксплуатации среднестатистического легкового автомобиля рассчитан на 5-7 лет. Потом начинаются проблемы. Старые «Жигули», которые могли ездить по 30 лет, действительно кажутся более надежными и крепкими. Но тогда просто не было такой конкуренции среди автопроизводителей. В наши дни она огромна. Новые модели в линейке крупнейших автоконцернов появляются едва ли не каждый год. Автопроизводителям, конечно, выгоднее делать машину, которая после окончания гарантии начинает ломаться. Совершенно очевидно, почему. Потому что зарабатывать нужно не только на продаже новых автомобилей, но и на продаже запчастей, на сервисных услугах. Жертвой этой политики глобального производства и сбыта по сей день становимся мы – обычные люди. Во многих странах уже борются с недобросовестными производителями на законодательном уровне. В России тоже обратили на это внимание. Запретить производителям преднамеренно старить технически сложные товары. Такой законопроект поступил в Государственную Думу. Парламентарии предлагают штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей компаний, которые специально делают недолговечную продукцию, тем самым заставляя покупателя тратиться на новую. Авторы законопроекта отмечают, сегодня производители не могут бесконечно наращивать цены на свой товар, чтобы конкурировать друг с другом и зарабатывать. Им гораздо выгоднее снижать срок эксплуатации товара, чем повышать его характеристики. Долговечная продукция им просто невыгодна. Мы вводим термин «срок полезного действия товара». Это означает, что гарантия один год, а товар вне гарантии может потенциально работать лет, например, 10 или 5 или 7. За нарушениями в этой сфере должен будет следить Роспотребнадзор. Однако вину производителя будет определять только суд. Российские законодатели подчеркивают, они не против производителей, а против того, чтобы нас, потребителей, вводили в заблуждение. Важно, чтобы люди понимали, насколько вещь на самом деле надежна, и имели возможность выбора. Производители обязаны, должны предупреждать людей о том, что вот мой продукт будет работать в сроке эксплуатации такие, там, 3 года, 5 лет, предупреждать. Очень часто производители или кредитные организации нарочно умалчивают о всевозможных подводных камнях. К ним могут относиться и скрытые условия, о которых клиенту знать не нужно. Именно эти, незаметные нашему глазу мелочи в договоре или дополнительном соглашении к нему, в итоге играют роковую роль. Так человек оказывается на крючке кредитора, соскочить с которого крайне сложно. Очень часто вот такие вот подвохи, они скрываются именно в договоре, и человек обычно подписывает, верит тому оператору, с которым он имеет дело, а на самом деле, в общем-то, там совершенно другие условия выплывают. Адвокат актера Сергея Фролова уверяет, мошенники сознательно вводили своих клиентов в заблуждение перспективой быстрых и легких денег. А затем взамен первого договора, который был подписан заемщиком, подсовывали еще один. И человек просто вынужден был поставить свою подпись в этом кабальном документе. Собственно говоря, его ставили перед выбором, что вы можете, конечно, не подписывать этот договор, но вы подписали уже тот, у нас предусмотрено за отказ от выдачи займа штрафные санкции. Это процент от той суммы, которую вы запрашивали. Это во-первых. Во-вторых, вы уже должны брокеру, потому что до этого был подписан договор на оказание брокерских услуг, и это уже 100-150 тысяч рублей. И плюс тем договором было предусмотрено, что вы должны выплатить в случае отказа, вы должны выплатить некие проценты за несколько месяцев вперед. Такая схема чистой воды обман. Но правоохранительные и судебные органы не преклонны. Договор подписан добровольно. А значит, человек сам дал согласие на такие условия. Выиграть спор можно только в рамках закона о защите прав потребителя, доказывая, что при предоставлении кредита вам была дана неполная или недостоверная информация. Именно низкой финансовой грамотностью и лазейками в законодательстве активно пользуются мошенники. Российский рынок кредитования для таких организаций – лакомый кусок. Ведь у нас эта система очень молодая и пока далеко не совершенна. Поэтому в долговой яме может оказаться кто угодно. Все пострадавшие, которых я встречаю на своем пути, это далеко не маргиналы, это не наркоманы, не алкоголики, не пьяницы. В таких случаях перекредитоваться в другом банке под более низкий процент не всегда получается. Ведь если у заемщика уже были просрочки, то его кредитная история подпорчена. Тогда для погашения одного займа он вынужден брать новый. Обращаясь в микрофинансовую организацию, человек сам того не понимая добровольно попадается на этот крючок. Они могут просто для того, чтобы завязать какой-то контакт с клиентом, дать первоначально какую-то небольшую подъемную сумму, допустим, 5-10 тысяч, чтобы человек понимал, что вот я пришел, отдал буквально за день-два, и это не так уж и кабально, не так страшно. По сути, все микрозаймы являются кабальными сделками. Но ведь весь западный мир живет в долг, и люди там постоянно перекредитовываются в разных банках. В США и Европе можно активировать все новые кредитные карты и брать новые займы всю жизнь, просто перенося долг с одной карты на другую. Американцы закредитованы формально значительно больше, чем россияне. Если мерить в долях от ВВП, то они закредитованы значительно больше. Но только у них стоимость денег очень низкая и зарплата в среднем очень высокая. В западных странах банки вполне могут закрыть глаза на подпорченную кредитную историю, если видят, что заемщик теперь платежеспособен. А в некоторых странах до сих пор займы выдают под честное слово. И совесть плательщика – лучший контролер. Ведь люди очень дорожат своей кредитной репутацией. Даже в Латинской Америке, в тех же Чили, есть такие механизмы выдачи кредитов, когда достаточно честное слово, для того, чтобы человеку выдали небольшие объемы в магазине, но тем не менее такие системы существуют. Все это зависит от культуры, потребительской культуры и культуры кредитования. За последние 40 лет личные расходы на товары и услуги во всем мире возросли почти в 4 раза. Если в середине прошлого века это было почти 4,8 миллиарда долларов, то сегодня эта цифра перевалила за 20 миллиардов. Для того, чтобы мы покупали все больше, нам раздают кредиты. Банки работают на ту же правящую элиту, которая и подсадила человечество на наркотик под названием потребительство. Основная цель, смысл жизни любого человека на сегодняшний день – потребление. Желательно не спрашивая о том, что это такое и зачем. Это решают другие. Так устроено общество потребления, и дальше оно будет только развиваться. Есть вопрос в том, сколько это продлится, и придет ли на смену этой парадигме что-то другое. Но ведь благодаря кредитам у людей сегодня есть дома и машины. Разве это плохо? Кредит – это неплохо и нехорошо. Это нормально, если человек соизмеряет свои возможности и желания, прежде чем взять в долг. Однако именно этого большинство из нас и не делает и продолжает бездумно приносить прибыль мировым финансовым корпорациям. Понятно, что Запад выкачивал десятилетиями, даже столетиями ресурсы со всего мира. И поэтому кредиты и вся эта политика выгодна для того золотого миллиарда, который есть на Западе. Для них выгодно, а для остальных людей вся вот эта финансо-экономическая система, которая сложилась в мире, она невыгодна. Пока эта потребительская болезнь прогрессирует, исправиться с ней человечество не может, да и вряд ли захочет. Ведь это так удобно. Захотел – приобрел еще. Надоела вещь – купил новую. И не столь важно, какую цену придется заплатить. Ведь каждому хочется думать, что ему хорошая жизнь по карману. Пусть даже это и не так. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Эти слова приписывают барону Ротшильду. В наши дни по-настоящему богатеет тот, кто не разбрасывается деньгами и точно знает, что ему нужно. Люди, которые придерживаются подобных принципов, вряд ли будут жаловаться, что жизнь для них не по карману.